Тема пятая. Начало защиты Отечества от фашистской агрессии по курсу «История Казахстана в XX веке». План лекции. Первый вопрос. Начало Великой Отечественной войны, переход народного хозяйства к военным условиям. Второй вопрос. Участие казахстанцев во фронтовых действиях в партизанском движении. Казахстанцы – герои Советского Союза, преемники доблести своих предков. Третий вопрос. Мужество работников тыла в годы Отечественной войны. И четвертый. Наука и культура в годы войны. Рассмотрим первый вопрос. Начало Великой Отечественной войны, переход народного хозяйства к военным условиям. Во второй половине 30-х годов XX века в Европе разрасталась угроза мировой войны. Фашистские государства Германия и Италия объединились в 1937 году с милитаристской Японией, военно-политический блок, и развернули активную подготовку за передел миром. Политика этого агрессивного блока представляла угрозу для всего человечества. И в этой обстановке, в обстановке военной угрозы, в Советском Союзе начали приниматься меры по укреплению армии, флота, повышению бдительности и сознательности людей. Страна готовилась к войне. Накануне и с начала Второй мировой войны в Республиках Советского Союза принимались различные меры в связи с предстоящими событиями. И большое внимание уделялось реорганизации труда, повышению трудовой дисциплины на производстве. Рабочий день увеличился с 7 до 8 часов, перешли на 7-дневную рабочую неделю. Введен был запрет за самовольный уход из учреждений и предприятий и усилилась ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. 22 июня 1941 года фашистская Германия нападает на Советский Союз. Продолжение следует... Чемкенский свинцовый завод. На его долю приходилось почти две трети свинца, которые выплавлялись в СССР. В 1940 году в Карагандинском угольном бассейне действовали 22 механические шахты и один углеразрез. В это время входит в строй довоенное время действующие нефтепромыслы Кульсары, Сагас, Жахсмай. В 1938 году были построены железные дороги Жарах, Жизказган, Рубцовка, Ридер, Караганда, Балхаш, Гурев, Кандагач, Уральск, Илецк. Перед самой войной Кандагач-Орск. За два года, с 1938 по 1940 годы, в Казахстане было проложено около 2681 километров железных дорог. В это же время в сельском хозяйстве тоже была обстановка очень сложная, поэтому перед войной советским правительством принимается решение о расширении посевных площадей в Казахстане. К концу 1942 года планировалось увеличить площади пашни на 4 345 тысяч гектаров за счет освоения целинных и залежных семей. Переход экономики на военный лад шло по следующим направлениям. Нужно было перевести промышленность на выпуск военной продукции, нарастить мощность действующих предприятий. В это же время прекращалось производство ряда важных видов продукции, изменился ассортимент продукции легкой пищевой промышленности, и все работало для обеспечения нужд войны. Перераспределение сырья и материала в пользу военной промышленности и дальнейшая централизация распределения и нормированное расходование металла, топлива, электроэнергии и т.д. В производство внедрялся поточный метод. Развертывалось новое капитальное строительство в черной, цветной, топливной, энергетической промышленности. Улучшалась технология организации производства. Осваивались новые виды оборонной продукции и ускорялся технический прогресс. Рабочих закрепляли в военной промышленности на все время войны. Были введены сверхурочные часы работы, это было обязательно на предприятиях, и велась массовая подготовка кадров рабочих. Ну а что касается снабжения населения продовольственными и промышленными товарами, то было введено нормированное снабжение населения. Начало войны. В декабре 1941 года Белоруссия, почти вся Украина, Прибалтика, ряд западных областей РССР были заняты фашистами. Враг стоял у стен Ленинграда и Москвы. Экономический урон был ощутимый. Валовая продукция страны в ноябре 1942 года уменьшилась в 2,5 раза. Вышли из строя шахты Донецка, подмосковно-угольных бассейнов, металлургические заводы Юга, потому что все они оказались в областях, занятых фашистами. Снизилась выплавка чугуна до 1,3, стали до 42%. Численность рабочих по всей стране в ноябре 1941 года составила только 19 миллионов человек, или 63% от уровня 1940 года. В связи с нехваткой рабочей силы уменьшился выпуск танков, орудий, боеприпасов. Конец 1941 года для Советского Союза был самым трудным в экономике страны. Составной частью перестройки народного хозяйства в Казахстане на военный лад стал прием и развещение эвакуированных предприятий. Из прифронтовой полосы эвакуировали людей, промышленные предприятия, культурные ценности. В Казахстане в 1941-1942 годах нашли кровь, работу и свое место в строю дружеников тыла 532 тысячи жителей западных регионов. Сюда на территории Казахстана прибыли и введены были в строй 220 фабрик, заводов, мастерских, артелей и промкомбинатов. Но наибольшее количество предприятий приходилось на долю пищевой, легкой и текстильной промышленности. Размещение новых предприятий проводилось в плановом порядке и вблизи от источников сырья. Ну и переводились именно те районы, где имелись людские материальные ресурсы и родственные по профилю предприятия. Например, завод нефтяного оборудования был перебазирован в Гурьев. Завод горно-шахтного оборудования в Караганду. Актюбинский феросплавный завод получил оборудование Запорожского феросплавного завода. Свинцово-Цинковый завод Ускаменогорск получил оборудование завода цветной металлургии из Орджоникидзе. Но процесс перебазирования заводов и фабрик в своем большинстве осуществлялась под бомбардировками вражеской авиации. На узловых станциях образовались гигантские пробки. Бывали и такое, что на пути терялись вагоны с оборудованием и на поиски, на которых уходило драгоценное время. Не всегда предприятия могли работать на полную мощность. Не хватало сырья, рабочих рук. Мужское население было мобилизовано на фронт. Перестройка сельского хозяйства шла в тяжелейших условиях. Непосредственно перед уборкой урожая в 1941 году большинство механизаторских кадров ушло на фронт. За полтора года войны сельское население уменьшилось более чем на полмиллиона человек. Произошло изменение в самом составе сельского населения. В основном мужское население сократилось, а удельный вес женщин вырос. Предвоенные годы устарело оборудование на сельскохозяйственных предприятиях. Многие грузовые машины, трактора, которые были заняты в сельском хозяйстве, были мобилизованы на нужды фронта. И поэтому стал вопрос о создании новых обеспечений именно сельскохозяйственными машинами и запчастями. Недостаток снабжения в сельском хозяйстве, как я уже говорила, не хватало техники. Если говорить о животноводстве, то Казахская ССР по численности скота занимала второе место после РСФСР и была крупнейшей животноводческой базой страны. И в условиях войны пришлось развивать круглогодичное отгонно-пастбищное животноводство. Так как в условиях войны обеспечить грубыми и сочными кормами животных было очень сложно, и поэтому внедрение отгонного животноводства стало совершенно необходимым. В это время меняются функции наркоматов-советов. Были расширены их права и ответственность за положение дел в отраслях. Сокращалось число заседаний, повысилась оперативность, деловитость. Произошли перемены в содержании деятельности Совета всех уровней. Были внесены изменения в организационную структуру органов управления. Например, при Совете народных комиссаров Казахской ССР в областях были организованы бюро по распределению рабочей силы, отделы по хозяйственному устройству эвакуированного населения, по государственному обеспечению семей военнослужащих, по военным заказам и монтажу эвакуированного оборудования. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Вооруженные силы Вермахта составляли 190 дивизий, численно доходило до 5 миллионов человек, в то время как советские вооруженные силы составляли 186 дивизий и количество человек составляло 3 миллиона солдат. Правительство Гитлера хотело создать на оккупированных территориях рейхском комиссариате Ослан, куда входили Беларусь, Прибалтик, Украина, Московье, Кавказ. А такие страны, как Казахстан, Средняя Азия, Татария, Башкирия, Азербайджан, Северный Кавказ, Крым, Синьцзянь, северная часть Афганистана и Ирана должны были войти в будущую колонию, которая называлась Большой Туркестан или Идель-Урал. Эта война в историю вошла как Великая Отечественная война. Многие казахстанцы участвовали во фронтовых действиях, партизанском движении и многие из них стали героями Советского Союза. 312-я стрелковая дивизия, которую руководил полковник Наумов, была организована, создана на территории Казахстана. Одновременно с ней была создана 316-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. Они участвовали в боях в обороне Москвы на участке Волоколамского шоссе. 28 гвардейцев-панфиловцев покрыли себя славой. В этом бою пал смертью храбрых генерал-майор Панфилов. Посмертно ему было присвоено звание Герой Советского Союза. В боях под Москвой сражались многие сыны казахского народа. Герой Советского Союза Малик Габдулин, Большан Момшула. Звание Герой Советского Союза ему было присвоено в 1991 году. Тулеген Толфтаров. Далее. В боях под Сталинградом участвовали казахстанцы. В боях под Курском, в Курской битве. В 1941 году в Алмате была сформирована 38-я стрелковая дивизия. Весной 1942 года она была направлена на фронт и прошла боевой путь от берегов Волги до Праги, столицы Чехословакии. 10 января 1943 года войска Донского фронта приступили ликвидации окруженной под Сталинградом немецкой фашистской группировки войск. И 38-я стрелковая дивизия участвовала в этой операции. Командиром дивизии был генерал-майор Софиулин. В боях за Сталинград покрыл себя неувоедаемой славой летчик Нуркен Абдиров. Он направил свой подбитый самолет в гущу вражеских танков. За 16 боевых вылетов он уничтожил 12 танков, 28 автомашин, 18 повозок и полсотни оккупантов. Указом Президиум Верховного Совета СССР от 31 марта 1944 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Курская битва. В Курской битве принимали участие казахстанские соединения. 72-я гвардейская стрелковая дивизия, 73-я гвардейская сталинградская стрелковая дивизия. И сформированы в Казахстане 8-я стрелковая дивизия. За форсирование Днепра участвовали 73-я гвардейская дивизия, 8-я гвардейская дивизия. 46-ти воинам 8-й гвардейской дивизии было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Олимбетов, Сулейменов, Жахсагулов, Шакенов, Шакиров, Петров, Бреусов, Вербицкий, Матвеев и так далее. В 44-й год блокада Ленинграда была снята. Славой покрыли Альяна Утагулова. В 44-м ей присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м году столица Белоруссии был освобожден город Минск. Затем освобождены Литва, столица Литвы Вильнюс. Многие казахстанские воины-казахстанцы героически сражались в Польше, в Румынии, Чехословакии, в Венгрии, Югославии. Были награждены медалями за взятие Будапешта, Варшавы, за освобождение Прагой, за освобождение Белграда, за взятие Вены и так далее. В неуверяемой славой покрыли себя партизаны, знаменитых Касым Хасенов, Ади Шарипов, Жангильдин, Маметов, Кусеитов, Савелев, Омаров, Тулешев, Жумагулов, Кокпаев. Одним из участников партизанского движения Белоруссии был казах Ади Шарипов. В лесах Белоруссии воевали Асам Хасенов. В взятии Берлина участвовали 150-я стрелковая дивизия. Наравне с другими над Рейхстагом были водружены Красные Знамя, и в них участвовал офицер. Затем позднее стал рядовой полка Булатов, младший сержант Еремин и офицер Ошкарбаев. Подвиг Янко, летчик-штурмовил Янко в русско-японской войне, был удостоен посмертным героям Советского Союза. Дважды героями Советского Союза стали четверо казахстанцев. Это Алват Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Иван Павлов. С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. В тылу работали казахстанцы, совершая подвиги. С временной потерей Донбасса Карагандинский бассейн стал второй основной угольной базой страны. Исключительное внимание уделялось развитию на востоке металлургической промышленности. В 1942 году была изучена работа предприятий цветной металлургии и было установлено серьезное отставание этой промышленности. Сократился выпуск черновой меди и свинца. И были вскрыты причины этого отставания. И медиплавильные заводы, и фабрики республики получили новое оборудование, строительный материал и дополнительную рабочую силу. Но, тем не менее, республика сохранила за собой ведущую роль в производстве меди, свинца. В Казахстане были построены новые заводы по добыче, обогащению и выплавке металлов. Особый вклад в достижение результата внесли рабочие техники-инженеры. Аймуханов, Исмоголов, Дементюк, Казакова, Касых, Кунаев, Лукьянов, Сафин, Хайдин, их ученики и последователи. Рабочий класс Казахстана внес немалый вклад в устранение диспропорций, которые складывались между потребностями в металле, топлива и их производстве. Казахстан становится одной из ведущих баз по снабжению фронта и тыла страны углем, нефтью, цветными металлами. За четыре года войны, с 1941 по 1945 год, на территории Казахстана было построено 460 заводов, фабрик, лудников, шахт, отдельных производств. Значительную часть рабочей силы Казахстана представляли депортированные народы. В начале войны из них были сформированы трудовые армии. На территории Казахстана были депортированы 500 тысяч немцев по Лужи, 507 тысяч балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев, 110 тысяч турков-нескетинцев, 180 тысяч крымских татар. Многие десятки тысяч погибли в первые месяцы после депортации. Выжившие стали трудоармейцами. Им запрещалось покидать новые места жительства, и нарушение этого положения каралось каторжными работами до 20 лет. Подвиги казахстанцев в тылу. Звеневой колхоз «Авангард» Казалардинской области Жахаев добился успеха в выращивании риса. Даже в засушливый 43-й год он с одного гектара получал 172 центнера риса. Золотыми буквами писан трудовой подвиг звеневого колхоза имени Курманова Чаганака Берсиева. В 1940 году его звено получилось в площади 32 гектара в среднем по 87 центнеров, а на опытном участке по 125 центнеров. Это был мировой рекорд по урожайности Проса. Немалый вклад внесли в работу тыла и женщины. Звеневая сельхоз-артель имени Третьего интернационала Ленинского района Мухаммедеева собрала по 600 центнеров с гектара сахарной свеклы. Чабан Мукашев из колхоза имени Мангельдеджи из Казганского района получал и сохранял до 180 ягнят на каждую сотню овец. Табунчица Шугаипова из колхоза Жанатала в Гуревской области содержала более тысячи лошадей. Сельские труженики выполнили свой патриотический подвиг и трудовой подвиг. За 1941-1945 годы они дали фронту в стране 5 млн 829 тысяч тонн хлеба, 733 тонны мяса и много других продуктов питания и сырья для промышленности. В годы войны стремительно развивалась наука Казахстана. Уже к марту 1942 года было внесено предложение разработки по 150 темам народно-хозяйственного и оборонного значения. Особенно плодотворно работали ученые-геологи. Были открыты 500 месторождений полезных ископаемых, обследованы 150 месторождений. За 4 года войны в республике было открыто 12 новых научных институтов и филиалов. Рядом с учеными Казахстана работали коллективы более 20 научных учреждений Москвы, Ленинграда, Киева и других городов, которые были эвакуированы в Казахстан. Такие известные ученые-академики Вернадский, Обручев, Панкратов, Скачинский и другие. Огромный вклад в победу внесли работники культуры Казахстана. С первых дней войны около 90 поэтов-писателей ушли на фронт, среди них Снегин, Абилев, Саин, Абдулин, Абдакадыров. Но немалый вклад внесла в литературу и талантливая молодежь, которая выросла в битвах Отечественной войны. Это Джабан Молдогалиев, Баужан Мамшулоя, Булкишев, Мауленов и так далее. Дело укрепления морально-политического единства советского народа отдавали свой талант. Ведущие мастера казахской художественной прозы Габит Мусрепов, Габидин Мустафин, Сабит Муканов, Мухтара Уэзов. Так, к концу занятия вопросы. Обратите внимание на вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Какие промышленные предприятия были введены в строй в довоенное время в Казахстане? Второй вопрос. Опишите, как шел процесс перестройки народного хозяйства Казахстана на военные нужды? Третий вопрос. Как Великая Отечественная война повлияла на жизнь казахстанцев? Четвертый вопрос. Назовите имена героев Советского Союза казахстанцев, расскажите об их подвигах. И пятый вопрос. Расскажите о подвигах казахстанцев в тылу во время войны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...